Повторение пройденного. Ровно 15 лет назад, в ночь с 23 на 24, НАТО принял решение наказать Сербию и поддержать Косово. Многодневные бомбардировки, сотни жертв и стремительное признание Косово независимым. За день до годовщины в Белград прибыл референт Европарламента по Сербии. Его речь сводилась к тому, что все 15 лет Сербия просто изображает жертву. На самом деле, сегодня это не правовое государство. И если кто-то ждет инвестиций и помощи от России, напрасно. Ориентироваться надо на Евросоюз. А потому, цитирую по агентству Танюк, что касается отношений с Украиной, мы надеемся, что Сербия поймет, в чем дело, и займет позицию, близкую с позицией Евросоюза. Мой коллега Евгений Баранов пытался разобраться, почему сегодня события 15-летней давности на Балканах сравнивают с тем, что происходит вокруг Украины и Крыма. Первые бомбы упали на Югославию уже на следующий день, поздним вечером 24 марта. Всего за 78 дней бомбардировок авиации НАТО совершило более 35 тысяч вылетов, было сброшено и выпущено более 23 тысяч бомб и ракет. Заявленная цель операции принуждения югославских властей к миру и защита албанского населения Косово. Реальная причина – упорное нежелание Белграда допустить на свою территорию военный контингент НАТО. В итоге более 15% территории Сербии было оккупировано, в Косове появилась крупнейшая в регионе военная база США. Все, начиная с бомбежек весной 99-го и заканчивая провозглашением независимости Косово в феврале 2008-го, происходило с нарушением всех возможных международных законов. Известный сербский журналист Мирослав Лозанский, только что вернувшийся в Белград из Крыма, считает, что нынешняя истерика Вашингтона и Брюсселя из-за событий на Украине для любого непредвзятого наблюдателя свидетельство того, что Запад вообще не признает никаких правил ни международных, ни тех, что последние 15 лет сам навязывал миру с помощью своей силы. Джин из бутылки был выпущен именно в Косово. Последний камень из фундамента международного права был выбит, когда Международный суд в Гааге в 2010-м признал законным одностороннее провозглашение независимости нашей провинции. Чему они так возмущаются сейчас, если сами в течение 10 лет уничтожали само понятие международного права? Я не понимаю, как у них язык поворачивается сегодня говорить об опасности изменения европейских границ. А где они были 15 лет назад, когда в течение почти трех месяцев рукоплескали гибели под бомбами целой страны в центре этой Европы? Это им было понятно? Так пусть тогда попытаются понять и то, что произошло с Крымом ровно 15 лет спустя. Раз в год накануне Пасхи Мария Тошкович с дочерью приезжает сюда, в свою деревню Мердери, прямо на административной границе с Косовым. До 10 апреля 1999 года это было довольно большое селение в несколько десятков дворов. Мария рассказывает, что в ту ночь все рано легли спать. Первым же взрывом всю семью, саму Марию, ее мужа и 11-месячную дочь Боину буквально скинула с кровати. Они бросились в подвал. Последнее, что она помнит, это то, что муж, сидя на лестнице, прижимает младенца к груди. Вот все, что осталось тогда от их дома. Девушка рядом с Марией это не Боина, ее зовут Анжелка, ей ровно 15. Она ровесница той войны. Мария, которую чудом спасли, в тот момент была на восьмом месяце беременности. Их откопали соседи под бомбами. Ее муж еще дышал, все так же обнимая мертвого ребенка. Маленькая Боина стала самой младшей из восьми с лишним десятков детей, не переживших той весной миротворчество НАТО. Чем моя девочка могла заслужить такое? Она только начинала жить. За несколько дней до смерти она в первый раз попыталась сказать «мама». Когда думаю о тех людях, что принимали решение нас бомбить, я не могу понять, неужели они настолько лишены воображения. Неужели они не могли представить себе своих собственных детей под чьими-то бомбами. Ведь наверняка был миллион вариантов, как им решить свои проблемы. Но они выбрали именно тот, при котором у моей Боины не осталось шансов. Горан Петреневич – известный белградский адвокат, представляющий интересы сербских лидеров в Гаагском трибунале. Он сам родом из этих приграничных с Косовым мест. С Марией познакомился сразу после войны, когда собирал здесь доказательства преступлений НАТО во время и сразу после бомбардировок Югославии. В 2000 году, незадолго до смены власти в Белграде, он в качестве окружного судьи возглавлял коллегию судей, вынесших приговор всем главным виновникам тех событий. Среди обвиняемых – президент США Билл Клинтон, госсекретарь Мадлен Олбрейт, премьер-министр Великобритании Тони Блэр и командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк. В соответствии с приговорами белградского окружного суда 21 сентября 2000 года, все они были осуждены на 20 лет заключения. Уже в 2001 году под давлением Запада новые сербские власти, пришедшие после свержения Милошевича, аннулировали наш приговор. Сейчас он хранится в архивах суда. Я верю в то, что даже если время, когда этот приговор вновь будет востребован, никогда не наступит, он все равно послужит историей. Мы собрали неопровержимые доказательства того, что жертвы среди гражданского населения были не случайны. Вот вам цифры. Мы потеряли 543 военных и 138 полицейских. Гражданских погибло более 2000. Это соотношение говорит само за себя. Пять мирных граждан к одному военному. Сегодня, в 15-ю годовщину начала войны, Горн Петриневич среди своих односельчан, собравшихся, чтобы помянуть погибших под бомбами. За столом главная новость про Крым. Люди, 15 лет ждавшие и так и не дождавшиеся того, чтобы виновные в гибели их соседей, друзей и родственников, в разрушении и уничтожении их страны, были привлечены к ответу, воодушевлены событиями в далекой России. Здесь, далеко от столицы, отношение к происходящему простое. НАТО и Запад в своем походе на восток, растоптавшие их самих и их землю, наконец получили по заслугу. Люди, я хотел поднять бы тост за то, что наша братская Россия окончательно вернула себе Крым. Надеюсь, что придет день, и мы вернем себе Косово. Даст Бог, мы это сделаем. Наконец, Великая Россия очевидно поняла, что 15 лет назад мы были всего лишь подготовкой. Конечной целью всегда была именно она. Что нас и растоптали за то, что мы не согласились стать для них очередной ступенью на этом пути. Насколько мы их задержали, покажет история, но то, что мы им помешали, это точно. За матушку Россию и Крым в ее составе. Для России бомбардировки Югославии 99-го года означали крушение всех ее внешнеполитических иллюзий об открытом глобальном мире без противостояния и вражды. Именно 15 лет назад началась серьезная переоценка таких ценностей, как суверенитет и самостоятельность во внешней политике. Урок, преподанный нам в Югославии, был хорошо усвоен. В случае с Крымом ориентированная на запад Украина попала в ту самую западню, которую США и Евросоюз до сих пор расставляли для других. Когда право уничтожают силой, появляются понятия. Жизнь по понятиям плодит прецеденты. И если США и страны Европы могли разбомбить страну в самом центре этой Европы без всякого согласия ООН и силой отобрать у Сербии и Косова, то кто помешает Крыму в результате референдума вернуться к себе на родину, в Россию? Евгений Баранов, Игорь Крецков и Арсений Байбулов. Воскресное время из Белграда.